80 рублей. Вот она, цена пиратской фифы отряды в 2002 году. Сколько лет прошло, а до сих пор храню у себя как реликвию эту коробку, с которой на меня смотрят Роберто Карлос, Райан Гиггс и Эдгар Давидс. Впрочем, я тогда, наверное, только про Роберто Карлоса что-то слышал, поскольку футболом не интересовался, но этот диск сумел исп... Ну, поскольку видос ностальгический, я думаю, следует для начала включить то, от чего у целевой аудитории ролика сразу может свести олдскулы. Субтитры делал DimaTorzok 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 Компьютер Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Красочный логотип Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Но затем, перед моим взором, предстал матч между командами, которые играли друг с другом, а я смотрел это все и не понимал. Сейчас, конечно, кажется смешным, что у человека могли возникнуть мысли о том, что FIFA это такая штука, запустив которую можно посмотреть, как команды, управляемые компом, выясняют отношения между собой. Но учтите, что футбольный симулятор я увидел впервые, и Ютьюба тогда еще не было, и я не мог посмотреть геймплей нужной игры. Да что Ютьюба, интернета у меня тогда даже не было. И я полез читать то, что написано на коробке игры. Там говорилось о том, что в FIFA 2003 игроки не только выглядят как реальные люди, но и ведут себя именно как самые настоящие футболисты. Интеллект в игре перестал быть искусственным, теперь он настоящий. Он действительно понимает, что такое тактика игры, а не просто тупо следует готовым скриптам. Прочитав все, я решил, что слова про искусственный интеллект явно намекают на то, что противостоять он должен живому человеку, и я полез сковыряться в менюшке игры. Найдя пункт с выбором сторон и понажимав разные кнопки, я наконец-то смог взять контроль над летучими мышами и вздохнул с облегчением. Но для чего FIFA 2003 предоставляет возможность смотреть матч между NPC, при том, что там есть расчет итогов игры, я так и не понял. Видимо, не зря убрали эту функцию в более поздних частях серии. Кроме того, такой вот выбор сторон это самое настоящее встроенное читерство. Например, если проигрываешь, можно просто взять управление над командой соперника, забить себе в ворота нужное количество голов и снова сменить сторону. Настоящий беспредел позволял отворить игра и не только таким образом. Например, можно было сбивать с ног вратарей соперника подкатами, нанося им травмы. Это прием, который уже в 2005 FIFA был просто недоступен. Также здесь можно открыть состав команды соперника и произвести какие хочешь замены и перестановки. Такая вот безумная свобода действий по меркам современных игр серии от EA Sports выглядит как-то не очень. Но с другой стороны игра имела свои плюсы, которые, к сожалению, были впоследствии утеряны. К примеру, в FIFA 2003 можно было поставить вратаря исполнять любые свободные удары. Кстати, то, как пробиваются штрафные тут, выглядит, по-моему, куда адекватнее, чем система наведения из новых игр серии. Тут хоть и трудно успеть нажать кнопку, попав на зеленую черточку, но все же прицел наводишь, а не делаешь шажки влево и вправо, гадая, куда полетит мяч. Почему вратарям запрещено бить свободные удары в других FIFA, для меня загадка. Но это же дебилизм какой-то. Ведь известно, что в реальном футболе есть голкиперы, которые забивали множество голов за карьеру именно за счет того, что им позволяли бить штрафные удары. А есть и вовсе такой феномен, как бразильский вратарь Рожерио Сени. Если вы не в теме, я вам для большей наглядности поясню на примере. Есть такая штука, как клуб Григория Федотова. Это символический клуб, объединяющий советских и российских футболистов, забивших за карьеру 100 и более голов. Туда также включаются и иностранные футболисты, забившие 100 мячей за российские команды. Так вот, в этом клубе я обнаружил 75 футболистов и только первые 27 мест в этом рейтинге занимают спортсмены, наклотившие больше, чем Рожерио Сени. На 28 месте находится Сергей Семак, забивший за карьеру 131 мяч. Именно столько голов на счету бразильского вратаря. Но вернемся к игре. Альбельда делает передачу на забегающего в штрафную партнера. Бараха пасует на Пабло Аймара. Аймар уворачивается от подката Клода Макелелес. И гол! Вот это да, что творится на местале. И Киркасилия схватается за голову. 1-0 в пользу Валенсии. Но ликование ее фанатов продолжалось недолго. Полузащитник мадридского Реала Зинедин Зидан выверенной передачей выводит Рауля 1 на 1 с Канисаресом. Вратарь не в силах помочь. И Галактикос сравнивает счет. Но как бы круто тогда не выглядела игра, буквально в первом же матче мы можем увидеть какие-то странные заскриптованные пропускания. Пусть это даже произойдет один раз за матч. В глаза все равно бросается. Игрок пропускает мяч непонятно на кого, а потом бежит его догонять. При этом мяч никто не трогает, даже если он прикатывается к ногам противника. Пока пропустивший спортивный снаряд игрок не догонит его и не овладеет им снова, борьба за него не возобновится. А счет матча так и остался прежним. И после того, как прошли 90 минут игрового времени. Впрочем, FIFA 2003 дает в таких случаях возможность выявить победителя, предоставляя варианты для этого. Либо серия пенальти, либо золотой гол. Если кто не в теме, раньше было такое правило. Назначали дополнительное время, два тайма по 15 минут. Если какая-то из команд забивала гол, матч сразу останавливался, ибо победитель был уже определен. Гол-то золотой. Но в 2004 году этот формат был отменен. Его я тут и выбрал. И буквально сразу же, не давая сопернику завладеть мячом, футболисты Валенсии выводят на ударную позицию Франсиско Руфета, и тот не подводит. 2-1. Победа Валенсии. В те времена мне так понравилось это действие, что я регулярно стал проводить матчи между Валенсией и Реалом. Поэтому и сейчас, установив игру, решил повторить это. И это я еще тогда в игре не разобрался, поэтому гонял товарники сначала. А затем я открыл для себя режим карьеры, и вот тогда уже ушел в игру с головой. FIFA 2003 порой просто поражает. Она предоставляет возможность выбрать в режиме карьеры несколько команд. Максимум 8. Буквально можно играть в сезон в Англии, например, руководя чуть ли не половиной команд лиги. Это просто потрясает воображение. Но я, кстати, никогда такой хероборой не занимался и выбирал всегда одну команду в режиме карьеры. Пока я смотрел, какие вообще тимы имеются в игре, я обнаружил, что тут есть аж 9 израильских клубов. Аждот, Бейтар-Юрусалим, Хапаэль-Бе-Эр-Шева, Хапаэль-Петах-Тиква, Хапаэль-Тель-Авив, Макаби-Хайфа, Макаби-Нитания, Макаби-Петах-Тиква и Макаби-Тель-Аив. И тут сразу возникает вопрос. Нафига? Нафига их так много? Чемпионат Израиля это что-то престижное или чё? Тут ведь даже ни одного клуба нет из России, имеющей куда более сильную лигу. Ну да ладно, для разнообразия хорошо, но почему израильских команд 9-то? В 2002 году чемпионат Израиля проводился между 12 клубами, то есть разрабам всего-то 3 нужно было добавить, чтобы сделать лигу Израиля полноценную. Но они не потрудились над этим, и в результате ни туда, ни сюда эти 9 клубов. Но больше всего меня поражает, что тут их так много, а в следующей FIFA 2004 уже нет вообще ни одного израильского клуба. И вот уж не знаю, что за антисемитизм в EA Sports начался, но в более новых частях, вплоть до последней, израильских тимб также нет. Еще одна странность игры – рейтинги футболистов. Ну вот, к примеру, у Фрэнка Лэмпорда из Челси 79, у Дженара Гатуза из Милана 79, у Инзаги 82, а скилл Томасона 83. Для 2002 года нормально, скажете? Ну что ж, все познается в сравнении. Смотрим дальше. У чемпиона мира в составе сборной Бразилии Клебертона рейтинг 58, у КК 64, у Сборной Англии у Эшли Коула 73, у нападающего Дариуса Вассела статка 90. Нормально, да? Челс за всю карьеру забил 62 гола, а у легендарного Тиди Шерингема, забившего 288 голов, тут 84 рейтинга. А теперь посмотрим на сборную России. Сразу бросается в глаза Дмитрий Тенников. Нехилый показатель. Он, конечно, хорошим защитником был, но 86 это слишком, по-моему. Но это еще что? У Марата Измайлова 87. Я, конечно, понимаю, что он тогда подавал большие надежды, рекламировал Пепси и все прочили ему лавры звезды мирового футбола, но он же просто мальчишкой был на тот момент. Ему будто бы его потенциал записали в реальные характеристики. Вот Сичеву тоже прочили великое будущее, но у него тут 68. А Карпина с Мостовым вообще обидели. 69 и 71 соответственно. А вишенка на торте это рейтинг Руслана Пименова. 95. 95. Это на два пункта больше, чем у Руда Ваннистал Роя, бывшего на тот момент настоящей голевой машиной и просто монстром штрафной площади. Как так с Русланом получилось? Может разрабы под тяжелыми наркотиками были? Ну или они хотели 59 сделать, но цифры местами перепутали? Не знаю. Но увидев это, я сразу решил использовать его для одного дела. Была у меня травма детства, полученная с 13 на 14 октября 2004 года. Я тогда, несмотря на позднее время трансляции и то, что в школу нужно было рано вставать, решил глянуть матч Португалия-Россия. И закончилось все тогда совсем плохо. Ну и решил я отомстить португальцам. Да чудо-богатыря Пименова сразу в стартовый состав переместил. Он изначально в запасе почему-то. Ну, как ни странно, Сычев слабенький здесь больше него забил. Аж 4 мяча. Руслан же заклотил 3. Мостовой также хит-трик оформил, несмотря на то, что его тут так занерфили. Впрочем, не важно, кто сколько забил. Главное, что возмездие вышло на славу. Пришлось, правда, самую низкую сложность игры поставить. Но да ладно, менее приятным издевательства над португальцами от этого не стало. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Азаси, азаси, азаси. Но вернемся к режиму карьеры. Благодаря нему у меня появились два любимых клуба, которые я там менеджерил. И в последующих частях. Ну, до появления российской премьер-лиги, по крайней мере. Первым стал датский клуб Виборг. Есть еще Свиборг, не перепутайте. Почему именно Виборг? Ну, во-первых, мне понравилась пелоизумрудная форма его игроков и герб клуба. По-моему, он очень классно задизайнен. А во-вторых, меня привлекла дата основания Виборга. Аж в 19 веке появился он. Это круто! Также на выбор этой команды повлияло то, что она весьма посредственная. Выбрать слабенький клуб, чтобы прокачать его и привести на вершину успеха, это вполне понятное желание, наверное, для подавляющего большинства игроков. Ну и большим любителем шотландского Целтика я стал, тренируя его в каждой последующей FIFA. А вот с Виборгом не вариант так делать было, ибо в 2008 году он вылетел из высшей лиги Дании. С датчем-то и гербе этих клубов имеют общие черты. Оба круглые, оба с клевером. Целтика он, правда, четырехлистный, но смотрится это еще круче. И оба логотипа очень гармоничные. Кстати, шотландский клуб появился еще раньше Виборга. Основан был аж в 1888 году. Вот так вот бывает. Ирландских корней нет у человека, а тяга к бело-зеленой расцветке и клеверу есть. Ну и фильм «Детство горец», конечно, повлиял. Зеленые холмы Шотландии, холодное небо со свинцовыми тучами, руины замков – все это запало в память и вызвало дополнительный интерес к Селтику и его истории, которую я изучал по журналу «Великие клубы». Из него я, например, почерпнул информацию о том, что клуб был основан ирландскими иммигрантами-католиками, и фанаты его стали оппозиционны таким образом другому клубу из Глазгора «Рейнджерс», который был создан угнетателями британцами-протестантами, менее уважаемыми мной, что привело к появлению еще большей симпатии к Селтику. А дерби между этими командами стали играться с большим азартом. Вот такой вот замечательный постер еще в журнале есть. Потом я себе даже футболку Селтика купил образца 2007 года, с золотой вышивкой в честь 40-летия победы клуба в Кубке Чемпионов. С отсчетом 2-1 тогда кельты Миланский Интер одолели. Но сначала в Сифе у меня была карьера за Вибург, и спустя больше 15 лет я решил также начать тренерский путь, чтобы снова отобрать чемпионство у Бронбю. Да-да, именно они были на тот момент чемпионами, а не Копенгаген. И противостояние с ними и было для меня самым интересным в чемпионате Дании. Перед тем, как начать новый сезон, я зашел в настройки, и они мне сразу напомнили, чем хороша FIFA 2003. Длительность тайма можно сделать как у реального матча, 45 минут, а можно и 2 минуты. И это реально круто. Я любил играть быстрые матчи. Для сравнения, в новых играх серии FIFA минималка 4 минуты. А это значит, что на матчи нужно тратить в 2 раза больше времени. И в режиме карьеры это очень серьезная прибавка. В карьере я первым делом выбрал свою любимую схему 3-5-2, ибо защитников минимальное количество всегда предпочитал видеть в составе. Вибург, кстати, не был в 2002 году таким нищим, каким они являются сейчас. В 2000-м им даже удалось выиграть Кубок Дании по футболу и пройти во второй квалификационный раунд Кубка UEFA, одолев московский ЦСКА, между прочим. В команде, например, есть игрок, пару раз вызывавшийся в сборную Польши. В 1997 году, правда. Это вратарь Аркадиуш Анышко. Но разрабы не пощадили его, выдав рейтинг 40. Зато он ровно в два раза больше у футболиста с забавной для русскоязычного человека фамилией Педерсон. Причем в сборную Ральф Педерсон ни разу не вызывался, и непонятно, за какие заслуги его мастерство так высоко оценили. Впрочем, я не жаловался тогда, оставил его бить штрафные удары, что он весьма неплохо и делал. В одном из моих первых матчей он с 40 метров гол забил со штрафного. Я просто в восторге был и реплей раз в 10 пересматривал. А зарабатывал для него штрафные, обычно, Томас Энди. Вот этот парень мне особенно запомнился тем, что отгребал больше всех. Регулярно его с ног сбивали возле штрафной, время от времени травмируя. Что реально неудобно в таком вот управлении составом, так то, что схемы нет рядом, на которой можно было бы посмотреть, кого с кем местами меняешь. И все одним цветом подписано. Не только разные амплуа, но и стартовые, и запасные. Но сменой схемы игры и перестановкой в составе я не ограничился, конечно. И полез на трансферный рынок. Он устроен тут предельно просто. Клубы безотказные. Можно нажатием кнопки продать любого игрока в любой клуб. Ну а затем также просто приобрести любого футболиста. Главное, чтобы денег на трансфер хватало. В бюджете Кувиборга всего лишь 10 лямов евро. Поэтому приходится распродать часть состава, чтобы накопить нужную сумму и приобрести у Милана нападающего Томасона. Я же за датчан играю, поэтому куда же без него. Ведь Йон Даль Томасон один из лучших в сборной Дании. Полазив в менюшки режима карьеры FIFA 2003, можно найти не самую полезную, но тем не менее прикольную фичу. Нажимаем на вкладку Hall of Kids и смотрим, как выглядят комплекты формы, представленных в игре коллективов. А команду я свою укомплектовал, и можно отправляться на самый принципиальный матч против действующего чемпиона датской лиги Бронбю. Вот, кстати, чем еще выделяется FIFA 2003 на фоне других, так тем, что здесь действующий чемпион в режиме карьеры в первом же сезоне выступает в Лиге Чемпионов. Я в этом убедился, когда начал играть за Селтик. Но поскольку Виборг весьма скромный клуб, ему тут даже Кубок UEFA в первом сезоне не грозит. Для начала нужно получить путевку в Еврокубке. 2003 радует также насыщенными цветами. Желтый цвет тут действительно желтый, а не бежевый какой-то. Так в новых играх серии FIFA у некоторых команд, например, желтый цвет отображается. Как вы уже, наверное, догадались, название ролика это не очередной лживый кликбейт. FIFA 2003 действительно изменила мою жизнь. Возможно, это покажется смешным, но именно после нее я стал интересоваться футболом. Попав в этот красочный мир и проведя в нем много часов, занимаясь ротациями составов, выбором схем и тактик, пробитием свободных ударов, отражением пенальти, покупкой и продажей игроков на трансферном рынке, а также завоевыванием различных титулов, я как бы оказался на внутренней кухне футбола. Ознакомился с его правилами более-менее и стал по-другому смотреть на эту игру. Гоняя в 2003 FIFA, я вспомнил, какой динамичный у нее геймплей, а также другие ее особенности. Например, травмированный игрок не просит замены сразу же и может доиграть матч до конца. Но тут Томаса Энди, как обычно, поломали, впрочем, я уже говорил, что он самый избитый у меня был в команде. Вспомнил также еще об одном минусе, об игре вратарей убогой, хотя это является одновременно и плюсом, ведь чем больше голок, тем зрелищней матч. Да и если фактор случайности или человеческий фактор присутствует в игре, это хорошо, ведь в реальном футболе вратари иногда действительно делают идиотские ошибки, а в новой FIFA вы этого не увидите. Но в 2003, конечно, переборщили с количеством этих ошибок. Исполняют голкиперы тут иногда такое, что порой удивляешься тому, каким образом мячи в сетку ворот залетают. Воротчики NPC могут сами привозить себе голы, из-за идиотской привычки опасно вбрасывать рукой мяч своим защитникам, рядом с которыми бегает вражеский форвард. Если угадать, кому из двух футболистов полетит мяч и заблаговременно побежать в нужную сторону, можно совершить перехват и забить гол. Но голкипера жизнь ничему не учит, и он готов из раза в раз повторять свою ошибку. А играя в режиме карьеры за Селтик, я убедился в том, что и крутые мастера могут дичайше лажать. Вот, например, воротчик Барселоны делов наворотил, пытаясь отбить мяч ногой и промазав по нему в итоге. Игра на выходах у голкиперов также хромает, но тут уже мой вратарь затупил. Впрочем, его коллега из Хартс тоже показал себя. Не удивляйтесь, что штрафной бьет Бекхам. Я не упустил возможности прикупить его и Роя Кина, ведь у кельтов с финансами куда лучше, чем у Виборга. Пробивает, значит, Дэвид штрафной и после отскока мяч попадает к великолепному Хенрику Ларсену, который и отправляет его в сетку ворот до торможенного голкипера. А вот вратарь Ромы творит что-то необъяснимое. Вместо того, чтобы попытаться отразить удар Кина, он стоит столбом и поднимает руки вверх, как будто в плен сдается. Мой страшворот в этом матче тоже облажался. Вы только посмотрите, как не спеша он поднимается с газона, опираясь на колено, вместо того, чтобы броситься на мяч и зафиксировать его руками. Еще один минус игры связан с судейством, а именно с тем, что судьи не дают доигрывать эпизоды. И порой от этого очень припекает. Вот, к примеру, Ларсен делает отличную передачу на Криса Саттона, и тот забивает. Но судья свистит, и гол не засчитывается. Что случилось? Апсайт может? Ничего подобного. Оказывается, когда Ларсен отдавал пас, игрок Данди нарушил правило, сбив его грубым подкатом, и рефери назначает штрафной удар. В результате, таким вот решением судья наказывает за пол не команду нарушителя правил, а Селтик, ибо чистый гол отменен, а Дэвид Бэкхэм со штрафного промахивается мимо ворот. Вот такие вот вопиющие несправедливости иногда случаются. Ну да ладно, Селтик это отдельная история. Вернемся к карьере за Виборг. Одолел я, короче, главных конкурентов в борьбе за чемпионство. И Бронбю, и Копенгаген, и Миттьюланд, и Ольборг. А вот с остальными клубами Дании мне не очень интересно играть было. Я, как обычно, прибегал к расчету итогов. И даже не помню, то ли реализовано в 2003 так плохо, и я уже сталкивался с проблемами симуляции матчей, то ли сейчас у меня игра лагала из-за того, что старая. Прикол в том, что случайный расчет итогов частенько работал как-то не случайно, выдавая один и тот же результат после каждой загрузки новой. Особенно странно выглядело то, что мой клуб разносили с неприличным счетом какие-то посредственные команды, и результат этот повторялся из раза в раз. Пока я не решал сам сыграть матч с наглым аутсайдером и разгромить его. Играя за Селтик, я убедился в том, что и самая сильная команда в чемпионате может проигрывать 0-4 каким-то днищем, внезапно при расчете итогов. Но все же хорошо, что эта фича есть в игре. В ином случае пришлось бы потратить очень много времени в режиме карьеры, чтобы сыграть пару сезонов хотя бы. И хорошо, что прямо во время матча можно сделать рестарт встречи, и нет идиотских автосейлов сразу после игры, которые появятся через 8 лет в FIFA 2011, и надо будет либо игру закрывать, либо сохранение запасное иметь, дабы можно было загрузиться и переиграть. Ну а сезон 2002-2003 у меня завершился максимально успешно. С его итогами в конце вылезло вот это вот окошко. Чемпионат выиграл Вибборг, Кубок Дании тоже он. Триумфатором Лиги Чемпионов стал PSV, а Кубок UEFA внезапно взял Киева из Вероны. Такие вот дела. И самое прикольное тут это то, что написано про вылет двух команд из высшей Лиги Дании, и про прибытие на их место двух новичков из второго по ранжиру дивизиона, которого на самом деле в игре нет. Это очень прикольно, потому что даже в новых играх серии FIFA эта фича отсутствует. То есть в чемпиках без второго дивизиона получается застой, ибо неудачники сезона никуда не вылетают и остаются в высшей Лиге. Ну а мой клуб получил путевку в Лигу Чемпионов, которую я и решил покорить, начав новый сезон. Но зайдя на трансферный рынок, дабы усилить команду новыми игроками, я увидел очень неприятную вещь, про которую совсем забыл. За победу в чемпионате и Кубке Дании, как и любой другой страны, ведь тут не дают деньги, и на счету Виборга так и осталась никчемная сумма в 18 тысяч евро. Ну ничего, решил я, выиграю Лигу Чемпионов, и миллионы евро наверняка посыпятся в казну клуба, и вот тогда я проведу пару весьма неплохих трансферов. Я не помнил, дают ли тут деньги за победу в Еврокубках, но все же надеялся на это, и приступил к своему европоходу. Жребий определил мою команду в группу А, вместе с Челси, Вердером и Асером, в котором я и провел первый матч Лиги Чемпионов. Он завершился победой Виборга 3-1, затем я сыграл в ничью с Челси и с Вердером и с Бремена, ну а потом настал черед ответных матчей. Я провел весьма напряженную встречу с тем же Вердером. Когда время практически истекло, ни один из коллективов так и не смог распечатать ворота, и казалось бы, все так и закончится, но на последней минуте один из бременских музыкантов сбил, казалось бы, перед своей штрафной Хойера. Но судья решил, что нарушение было в ней, и на радость мне поставил ворота Вердера в финальте, а нарушителя удалил. Капитан Виборга Ральф Педерсон со своей задачей справился, разведя в разные стороны ворот мяч и голкипера, и на меня обрушилась внезапная победа в важном матче, за которую я получил 3 очка, разумеется, и вышел на первое место в группе, ибо всего их стало 8. Ответная встреча с Челси завершилась ничью. А с Асером мне уже не особо интересно играть было, ибо вначале я их одолел легко, да еще и выход из группы с 9 очками мне уже был обеспечен, так что было пофиг на то, как закончится встреча Челси и Вердера. Расчет итогов сработал в мою пользу, и Асер оказался повержен со счетом 1-2. Чемпионатом Дании я, как видите, решил пожертвовать, и почти все матчи с местными клубами не играл, ради быстрого продвижения по Лиге Чемпионов. И я реально офигел от того, что затормозила меня вторая фаза группового турнира. Воспоминаний об этом вообще не осталось. Я уж и решил, что канадцы не только футбол называют сокером, но и регламента Лиги Чемпионов не знают. И как же я удивился, узнав, что в 2002 году у турнира действительно был такой формат. После группового этапа следовала не серия матчей плей-офф, а второй групповой этап с участием 16 команд, занявших первые и вторые места в своих группах на предыдущей стадии. В общем, оказался я в группе с Молде, норвежским, с Шальке из Гельзенфирхена и с Эльтой, испанской. С ней первый матч и пришлось играть. Уже на 13-й минуте отличился форвард Виборга Дэнни Почински, и матч так и закончился со счетом 1-0. Остальные поединки я решил пройти с помощью расчета итогов, ибо думал, что регламент косячный, и надо бы миновать эту стрёмную стадию и побыстрее флео показаться. Ну и получилось удачно весьма. Две победы над Молде, две над Шальке и разгромное поражение от Цельты. И вот я в четвертьфинале, в который внезапно вышли французские Труа и итальянская Теруджа. Она мне и досталась в оппонента, и оказалась неожиданно сильной. Виборг хоть и открыл счет в матче, благодаря эффектному проходу Томасона, но все равно случилась ничья. Теруджа смогла отыграться. А в ответном поединке в недооценке соперника не было места, и Виборг уверенно победил. Сначала Томас Энди забил, а потом и Ранкебе смог закатить мяч в ворота после отскока дезориентировавшего вратаря. В полуфинале мне снова попался Вердер. Вообще не кайф было опять с тем же клубом два матча играть, и расчет итогов порешал в пользу Виборга. Ну а в финале ждала меня Барселона. Тут еще игра любезно сообщила мне, что кубок UEFA уже разыгран, и новым обладателем его является французский лист. А обладателем кубка Лиги Чемпионов я желал видеть Виборг, поэтому сразу же отправился на поединок с Барсой. И как оказалось, из-за симуляции матчей я остался без своей главной звезды, нападающего Томасона. То ли травму получил, то ли карточек насобирал, я даже не посмотрел. И прямо огорчился, что не дошел он до финала. А каталонцы будто бы почувствовали, как меня это задезморалило и обрушили на мои ворота пару очень опасных атак. Сначала Патрик Клювер на 12-й минуте обострил ситуацию у ворот Виборга, но ударив промазал мимо них. А затем Рикельми на 16-й минуте вышел один на один с вратарем, но замешкался. И Аркадиуш Анышко надежно сыграл на выходе. Не забивает Барселона, забивает Виборг. На 24-й минуте Пачинский делает выверенную передачу на Энди, и Томас не промахивается мимо ворот. 1-0. И тут я внезапно узнал, что вратарь стартового состава Барселоны здешний не аргентинец Роберто Банана, как должно было быть, а Роберт Энке. Тот самый вратарь сборной Германии Иго Новера, оборвавший свою жизнь с помощью поезда в 2009-м, когда ему было всего лишь 32 года. Но не буду о грустном. Продолжу обзор матча. Томас Энди не только забил гол, но еще и пенальти заработал. Опять его сбили, и оказалось, что очень удачно. Когда он уже вошел в штрафную. Карлис Пуёль наказан желтой карточкой, а Ральф Педерсон снова подходит к точке и отправляет мяч в ворота. Больше соперники забить не смогли, и встреча так и завершилась со счетом 2-0. А Энди закономерно стал героем матча. Звучит гимн Виборга, и мы видим, как выглядит ликование чемпионов. FIFA 2003. Но гимна клуба, конечно же, в игре нет. Это я и устал. Ну и финальное фото с завоеванным трофеем, как полагается. Куда же без него. Так вот я и завершил второй сезон, и начав третий, сразу же полез искать свои много миллионов за победу в Лиге Чемпионов. Но снова увидел унылое число 18 тысяч. Вот так вот. Снова нифига мне не дали. И опять застой. Новых футболистов не прикупить, и клубец не прокачать. А когда выиграл все, что хотел, то к чему еще стремиться? Это все было, конечно, прикольно и увлекательно, но при таких раскладах не хочется оставаться в этой карьере, как и в автобусе, в который зашла какая-то дичайше, воняющая бабка от Бостона. Я не могу оставаться здесь. Не могу. Понимаете? Это не тот автобус. ВМСО. ВМСО. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok